Так, у нас такие встречи в таком формате, это новшество, вот, решил такие штуки делать, потому что очень сближает, потому что есть возможность со мной так пообщаться, задать вопрос голосом, не просто, что сидишь в комнате вебинарной и непонятно, кто ты, непонятно, как удобнее написать, то есть, а здесь все-таки можно словами больше спросить и сильнее люди вовлечены в процесс. Отлично, плюс мне тут нравятся еще сами функции данной комнаты, то, что можно, например, делать вот так, показывать тему, например, да, сегодняшней встречи, вот сейчас видно, да, рабочий стол? Да, видно, все нормально. Да, да, да. То есть сейчас на протяжении 10 недель я тестировал один способ заработка, и вот у меня получилось за 10 недель сейчас заработать 6772 доллара или 419 тысяч рублей, используя страницу ВКонтакте только, то есть чисто только страничку ВКонтакте. Вот сегодня мы разберем кейс, как я это делал, косвенно мы затронем несколько пунктов, вот даже сейчас я пропишу, это контент, то есть назовем даже так, трафик, где брать трафик бесплатно из соцсетей, вот, и откуда деньги, да. Вот, то есть разберем вот эти два вопроса, ну и отвечу на ваши вопросы, которые у вас будут. Хорошо, давайте начнем. Чтобы зарабатывать деньги, всегда нужен оффер, то есть какая-то платная услуга, либо платный продукт. Если этого нет у вас, то есть если у вас нечего продавать, даже если у вас есть трафик, но у вас нечего продавать, то денег вы не заработаете. Воспользуюсь случаем, то, что Вячеслав, вот здесь вы находитесь, сразу хочу спросить, это понятно, то, что я говорил или нет? Это же элементарные вещи. Да, но, к сожалению, эти элементарные вещи, вот, как показывает практика, многие люди не понимают, потому что, когда они говорят, почему мне не получается зарабатывать денег в интернете, я у них говорю, спрашиваю у них, а у вас вы что продаете? Они говорят, а я не умею продавать, или там, у меня нечего продавать, у меня нет своих продуктов, у меня там нет своих услуг. Когда нет своих продуктов и услуг, мы продаем что-то партнерское, да, то есть можно продавать чужие продукты и услуги. Второй момент. Данный продукт или услуга, она должна быть востребованной. То есть если вы продаете то, что никому не надо, например, я не знаю, вы лепите из пластилина и продаете эту услугу кому-то, и почему-то никому это не надо, тем более у вас еще фигурки получаются плохие. И вроде тоже вы по всем это рассказываете, но денег тоже нет. Но я утрирую, но чтобы было понятно. То есть продукт должен быть платный, максимально интересным для аудитории. Это тоже нужно понимать. И он должен максимально конвертировать. То есть когда мы находим продукт, который из 10 человек хотят купить 10, это мы попали в золотую жилу. Кому бы не показываешь, да, кому не показываешь этот продукт, все его хотят купить. Вопрос, когда они это купят, когда там деньги накопят. И если вы создали такой продукт, либо услугу, которую хотят реально все, то вы очень быстро озолотитесь. Если вы такой продукт и услугу не в состоянии создать, то нужно найти партнерский продукт или услугу и просто получать за это процент. Мне вот, это не мой продукт и услуга в данном примере, это продукт и услуга других людей. И здесь мне компания сразу платит с привлеченного человека 20%. Средний чек, который вот часто сейчас у меня здесь покупают, это 1000 долларов. То есть человек покупает на 1000 долларов и мне сразу 200 долларов капает. Это сейчас речь про то, сколько нам нужно привлечь клиентов, чтобы заработать хорошие деньги. Понятное дело, если бы я продавал здесь что-то за 100 рублей, привлекая там всего 10 клиентов в день, я бы зарабатывал копейки. Да, там даже 10 клиентов в месяц, это тоже копейки. Ну, сами понимаете, если продукт стоит 100 рублей, 20% мои, 20 рублей я зарабатываю с каждой продажи. Таких продуктов тоже полно, но обращать на них внимание смысла нет, потому что, ну, это вы будете работать на количество людей, а выхлоп маленький будет, потому что мало будет кто. Ну, маленький процент, маленькая стоимость продукта, маленькая стоимость продукта. Когда же вы продаете продукт, который там стоит 1000 долларов, 5000 долларов, 10 тысяч долларов, то если там ваши 20%, то вы с одного клиента сразу получаете там хороший куш. Вот в данном примере 1000 долларов – это сейчас та сумма, которую могут найти большинство людей. Из тех вот, кто ко мне приходит, у всех 1000 долларов там есть, да, то есть сразу, либо вот кто-то говорит, через две недели, через месяц, то есть отложенная покупка, они там придут через три недели, например, купят. И я с этого получаю сразу 200 баксов. 200 баксов – это там 15-16 тысяч рублей. Пожалуйста. И привлечь большое количество людей сложнее и дороже, потому что каждый человек, он стоит в любом случае какого-то ресурса. Если не денег, то времени. Если не времени, то денег. Это тоже момент понятен, да? Да. И если мы, например, ставим ставки, сколько мне там нужно клиентов, у меня сейчас где-то один клиент раз в два дня приходит. И здесь выгодно продавать именно за 1000 долларов, потому что тогда мы вкладываем немножко времени и получаем максимальный результат в виде денег. Это первый момент. Теперь вот именно по продукту я вам рассказал, да? То есть нужно, чтобы у вас был продукт, либо был партнерский продукт. Давайте сразу тогда будем отталкиваться от реальной вашей картины. Вячеслав, у вас есть, например, сейчас продукт, который вы можете продавать за 1000 долларов? Нет, наверное, нету, да? Но вы сейчас продаете за 1000 долларов что-то? Нет, да? Хорошо. То есть сейчас вы для себя и те люди, кто смотрит записи, отвечайте на эти вопросы. Если у вас нет продукта, который вы можете продавать за 1000 долларов, вы должны его найти либо создать. То есть сразу для себя ставьте галочку, над чем вам нужно будет работать в ближайшее время. Нет продукта, нечего продавать, денег не заработаете. Первое. В перспективе имеется, но он дороже получается. Что? В перспективе, говорю, имеется, но он дороже получается. В перспективе. Но по факту сейчас нет, да? Сейчас не продаю, да. Да, то есть второй момент. Вы должны понимать, насколько этот продукт нужен людям. То есть для этого нужно произвести либо какие-то маркетинговые исследования, либо запустить какой-то тестовый, запустить тестовые продажи, посмотреть, как реагируют люди. То есть если мы запускаем тестовые продажи, то мы, естественно, не понимаем сначала, как это будет продаваться, пока мы не столкнем наш продукт с потоком людей, потенциальными клиентами. Вы сейчас уже свой продукт тестировали или не тестировали? Или у вас просто сейчас догадки, что этот продукт кому-то будет нужен? Догадки, скорее всего. Догадки. То есть если у вас догадки, здесь усложняется схема, потому что вам придется потратить определенное количество времени и, скорее всего, денег, чтобы протестировать эту гипотезу, будет ли этот продукт кому-то нужен. И основные деньги будут уходить на создание этого продукта, на самом деле. Потому что продвигать можно бесплатно, используя ту схему, про которую я расскажу. Но чтобы создать продукт, нужны в любом случае ресурсы. Я вот почему продаю чужой продукт в данном случае? Потому что у меня нет таких ресурсов, чтобы создать вот тот продукт, услугу, которую я продвигаю в данном примере. Здесь продуктом, а точнее услугой является услуга трейдеров. То есть люди, которые берут деньги, то есть мои там партнеров, клиентские, и крутят их на трейдерских площадках, на биржах, так скажем. Это связано с криптой. И я сам не умею торговать. У меня были сначала такие желания научиться, потом посмотрел, сколько это надо времени. Это надо сидеть сутками за компьютером, следить за этими графиками. Я понял, что это не мое. Я не люблю вот этого. Но дать под управление я могу людям. То есть вот, пожалуйста, берите. И люди, которые тоже хотят приумножать свои деньги, они тоже ищут такие возможности. И понятное дело, эта услуга, которую я обнаружил, она нужна всем. Потому что люди понимают, что они покупают денежный поток. Денежный поток нужен всем. И из-за этого наша услуга становится максимально интересной максимальному количеству людей. Опять же, если рассматривать, что людям нужно, за что они готовы много платить. Первое. Людям всегда интересно приумножать деньги. То есть все, что сейчас делают люди и вообще в жизни, 90 или 80% уходит на зарабатывание денег. То есть люди ходят на работу, люди создают бизнесы, чтобы делать деньги. Если мы предложим продукт для создания, либо увеличения денег, то это уже будет пользоваться с большой вероятностью успехом. Этот момент понятен? Да, конечно. Да. То есть это про тестирование, что лучше тестировать, да? Если вы, не знаю, производите какую-то продукцию питания, то есть питание тоже людям интересно. Но опять же, здесь уже сложнее все будет, потому что, ну, сами понимаете, люди привыкли что-то есть, и им сложнее уже будет, собственно, другое дать. Надо как-то выделяться. То есть нужны, опять же, ресурсы, чтобы произвести эту еду, чтобы ее как-то продвинуть, показать, что моя еда лучше. Вот у меня сейчас знакомый живет в Штатах, и он пытается создать свою шоколадную фабрику. Ну, то есть он научился варить шоколад, и он там какой-то, значит, у него без каких-то там добавок натуральный шоколад. И я вот за ним наблюдаю, и уже что-то там у него 3-4 месяца прошло, у него вот, он и не там. То есть 4 месяца времени прошло, ему вроде это нравится заниматься, но как-то двигать это в массу у него не получается. Потому что, опять же, нужно уметь еще донести смыслы, донести идею, донести выгоды для людей до конечного клиента. Вот, поэтому здесь, чтобы донести идеи, донести смыслы, как вы думаете, что нужно? Вот, Вячеслав. Поток людей, наверное, нужен, да? Нет, нет, нет. Чтобы поток людей пошел, надо сначала сделать то, что я хочу сказать. Не знаете, да? Предложением, может быть, что-то составил для людей? Нет, предложение – это первичное. Потом мы с этим предложением должны кое-что сделать, чтобы люди начали на это реагировать. Это называется промоушен, промо. Должны быть промо-материалы, презентации, выполненные красиво, да? Какие-то видео, промо-ролики. То есть это, опять же, контент какой-то, который упаковывает наше предложение и делает его вкусным. Например, вот айфон. Сами посмотрите, как перед продажами, значит, какие промо-материалы айфона, да, делают. Там вообще, там такие ролики, там, ну, видели хоть раз, да, как айфон крутят вот так приближенно, показывают там со всех сторон, там его развертывают так вот визуально, показывают каждую детальку. Ну, видели, да, наверное? Да, конечно. Вот. То же самое, да, как нужно сделать с вашим продуктом, который вы собираетесь продвигать. Вот на это пойдут деньги. На упаковку, на создание промо-материала пойдут ресурсы. То есть, я думаю, ну, если вы не умеете создавать такие классные ролики, классные презентации, то вам либо это нужно научиться, либо нужно нанять специалистов, которым нужно заплатить зарплаты. Опять же, чтобы научиться, нужно заплатить где-то за обучение, ну, либо, так скажем, я не знаю, методом проб и ошибок, но опять это уйдет куча времени и косячник. Я не умею такие крутые видео делать, не умею там делать, чтобы так все двигалось, вертелось. Поэтому здесь нужно использовать тогда помощь от специалистов, а за это нужно платить деньги. То есть, вот на это будут уходить деньги, на создание промо-материалов, на создание продукта, на создание промо-материалов, да, если надо, на маркетинговые исследования. То есть, вот мы уже поговорили о трех пунктах, на которых вот конкретно деньги нужно будет выделить. Тут даже сейчас речь идет про трафик. Трафик – это уже потом. И трафик можно получать бесплатно. Самое главное – это вот этот момент. Понятно? Это важно? Да, конечно. Просто люди, многие думают, что самая проблема – это трафик, это где взять людей. Да нет, ребят, вот самая затратная – это вот эта часть. Это создать продукт, проанализировать рынок, создать продукт, сделать промо для продукта, чтобы упаковать его, чтобы показать его вкусности. Вот. А если потом этот продукт действительно вкусный, молва пойдет, сарафанка заработает, и люди будут просто так толпами приходить. Это уже будет вторичная, так скажем, цель. Самое главное – сделать вот то, что я скажу. И здесь вы должны рассчитывать на свои ресурсы. Вот если у вас есть несколько миллионов, там, или сотен тысяч рублей, как минимум, и тогда вы сможете сделать вот это, три шага. Значит, придумать идею, сделать продукт, услугу, сделать промо, да, то есть проанализировать, сделать промо. То есть тогда вы это сделаете. Вот. Но если у вас нет вложений таких вот в создание упаковки, в анализ рынка, да, в создание самого продукта, если у вас нет ресурсов, то лучший вариант – это найти какое-то готовое решение, готовый продукт упакованный, и его начать просто двигать. То есть вот как бы если бы, вот я сейчас, мне бы компания Apple платила бы за айфоны, если я продам, да, то я бы вот так сейчас взял и просто уже начал правильно просто доносить. То есть, например, один из примеров, как продают айфоны – это блогеры, да, техно-блогеры, например, Винсаком, все его знают, там, 5 миллионов подписчиков. И он просто делает обзоры на данные продукты, он показывает со всех сторон, там, тестирует, просто играется, просто это делает красиво через свой вот канал YouTube, вот, через свой вот этот, по сути, рекламный такой канал. Но это не просто реклама, это контент развлекательный, какие-то кейсы, разборы и так далее. Вот, но он не вкладывает миллионы долларов, чтобы создать этот айфон, да, он просто им пользуется, им играется и показывает, на что этот айфон, как говорится, способен, и тем самым он привлекает аудиторию. Это важный момент ключевой. То есть, когда я это понял, я для себя сделал выводы, что я вот не хочу создавать какой-то продукт, который требует там вложений миллионов долларов, да, потому что у меня просто нет этих денег, и нет опыта, нет времени, нет команды, я вот сижу один, вот мне надо как-то зарабатывать деньги. Значит, мне нужно взять готовый продукт, который уже работает, который приносит результат, и просто начать делать на этот продукт обзор. Показывать, как я сам им пользуюсь. То есть, увиделся, как он сначала, кто покупает айфон, вкладывает так, чтобы покупку, начинает играться и записывает это на камеру. Вот они, наши вложения. Купить продукт или начать пользоваться продуктом или услугой, и как-то это снимать на камеру, и рассказывать своей аудитории уже в социальных сетях, что из этого получается. Это ключевой, важный момент. Вячеслав, помогите мне. Понятно объясняю или что-то нужно уточнить? Да нет, вроде все понятно. И смотрите, что у нас получается. Я переложил эту модель, которую использует Vilsacom, на вот эту компанию, которую я сейчас презентую, которую я тестирую 10 недель. Я сам стал клиентом данной компании, вложил сюда там, сколько я, полторы тысячи долларов. Мне компания, трейдеры вот эти, начали приносить деньги. И я просто начал рассказывать про эти деньги, какие вот у меня есть результаты финансовые от этой компании, на своей страничке ВКонтакте. Просто вот так вот показываю рабочий стол, говорю, смотрите, ребята, вот деньги капают. То есть что мне надо там было? Деньги вложить. Все. Плюс тут еще есть, говорю, партнерская программа. Если кто-то из вас захочет, вступит от меня, мне компания еще дополнительно заплатит там 200 баксов с 1000 баксов, которые вы вложите. То есть я просто играюсь, показываю рабочий кабинет, показываю, что вообще это из себя представляет. И люди начинают следить. И вот из этой аудитории, которая следит за моими отчетами, постепенно люди начинают спрашивать, а что там такое? А как ты это делаешь? Да, что нужно сделать, чтобы начать? И моя задача просто уже на втором шаге человека вывести на индивидуальное общение. Вот, кстати, в похожей комнате, где мы сейчас с вами сидим, и просто показать ему, вот смотри, вот все это настоящее, вот смотри, вот мои результаты. И человек говорит, слушай, я хочу. Все. Человек заходит, мне еще больше денег идет от этого. Вот так это работает. И вот на протяжении 10 недель я как минимум показывал свои результаты вот этой компании. Вот того депозита, который я сюда положил. И благодаря вот этим обзорам, как делает Vilsapop на iPhone, я делал обзоры на финансовый инструмент, в котором есть партнерская программа. И те люди, которые меня в социальных сетях подписываются, то есть когда ты создаешь контент в социальных сетях, в YouTube, в ВКонтакте, сама социальная сеть начинает тебе привлекать новых подписчиков. То есть есть такое приложение в iPhone, ну и в, я не знаю, в Android тоже одно есть, оно называется VK Live. Вот я сейчас покажу. Вот оно, VK Live. На нее просто нажимаешь и выходит вот такая штука, VK трансляции. То есть ты из этого VK Live можешь сам посмотреть, какие сейчас трансляции идут. Вот видно, да, сейчас? Да, видно. То есть я могу сейчас к любой подключиться, вот эту трансляцию в самом верху смотрит 680 человек сейчас. То есть я вот минуту назад еще не знал, что вот сейчас, оказывается, идет тренинг. Вот Петра тут вижу. И мне VK трансляция, вот это самое приложение, дает рекламу Петру и приводит бесплатных клиентов сейчас. Вот если я нажму сейчас сюда, я начну смотреть, что там происходит. Когда ты сам начинаешь создавать здесь трансляцию, вот она, красная кнопочка, здесь вот нажимаем, просто вот так нажимаем на красную кнопочку. здесь пишем название, вот нажимаем начать трансляцию, и все. И эта трансляция также начинается транслироваться, ну вот, в приложении в этом. И те пользователи, которые смотрят вот эти все трансляции, они в рекомендованных начинают видеть мои трансляции. Кому интересно, начинают подключаться. Это первый поток людей. Бесплатно. То есть я здесь ни копейки не вложил. Просто установил приложение, нажал трансляшку и начал показывать результаты. Насчет этого понятного инструмента в ЭК-лайв, который? Да, понятно. Пользовались уже хоть раз? Нет, не знаю. Первый раз услышали про него, да? Ну да, как-то чуть не знаю. То есть не задумывались, что можно использовать. Теперь знаете? Теперь вам нужно вот, вот прям сейчас возьмите себе, сделайте пометку в свой там журнал. Я надеюсь, вы ведете конспект во время обучения. Потому что так делают все свободные миллионеры. У меня, кстати, курс есть. Не знаю, смотрели, уже не смотрели. Секреты свободных миллионеров. Это мой новый курс. Он доступен уже к обучению. Можете прям уже начать. Там коротенькие уроки по 3 минуты. Там уже 16 секретов. И один из секретов – это вести конспекты при обучении, при просмотре видео и так далее. То есть это важно, потому что потом вы, скорее всего, не будете ничего пересматривать, никакие видео. Ну и очень сложно опять присмотреть часовой видео и вытащить опять эти смыслы. Сразу эти смыслы зафиксировать на бумагу. Вот сейчас первый смысл, который нужно зафиксировать, это обязательно установить приложение ВК, чтобы потом использовать его для привлечения аудитории. Отлично. Второй источник трафика – это ваши друзья, которые у вас уже есть в ВКонтакте, на вас подписаны. Они у себя в ленте увидят вашу трансляцию. И так как мало людей проводит на самом деле трансляции, вы будете как красное пятно, не знаю, на белой простыне, если можно так сказать. Запоминающийся сказал. То есть вы будете на себя обращать внимание сразу из большинства других друзей. И они, естественно, зайдут, посмотрите, а что там у Вячеслава происходит, что там у него там, лампочка засветилась вот эта в ленте. И это люди, которые начинают увлекаться, ваши друзья, знакомые. Причем вы никому не пишете, никому не навязываетесь. Типа, заходи, посмотри, вот здесь продукт, услуга. Это ВК сам предлагает людям, вашим друзьям, знакомым, зайти посмотреть вашу трансляцию. Так наподобие работают еще и в Инстаграм сейчас. Там тоже есть прямые эфиры, которые идут, и люди сразу себя в ленте видят. Вы смотрели какие-нибудь трансляции сами либо там ВКонтакте, либо в Инстаграме, Вячеслав? То есть видели, как привлекает внимание сам сервис, когда человек начинает... Да, да. На новостях он выдается, начинает трансляцию, там еще что-то, колокольчик. Да. То есть это сам инструмент Инстаграма, либо ВКонтакте привлекает вам среди ваших друзей и знакомых к вам аудиторию именно на вашу трансляцию. И если... Вот здесь вот смотрите, здесь вот следующее. Если вы интересно вещаете, то есть показываете... Классно назвали тему трансляции. Вот в Инстаграме нельзя назвать тему трансляции, ВК можно написать, и люди будут видеть название трансляции. Это классно. Если вы правильно назовете трансляцию, то людям будет интересно, если вы там их ожидания оправдаете. То есть если вы написали, вот, например, как сделать суп, например, ну, грубо говоря, инструкция, там три шага. И эти три шага вы покажете, то люди останутся довольны, и на следующую трансляцию они тоже к вам придут. Здесь самое главное понять, что с первой трансляцией, скорее всего, у вас результата не будет. Люди только первый раз вас увидят, у них не будет еще вот такого щелчка, что все, круто, надо ему доверять. Я проводил трансляции на протяжении 10 недель, через день до каждый день. Я посчитал, я провел 29 трансляций. То есть мы здесь можем не только трансляции давать в новостях, но и обязательно статусы. То есть когда мы меняем статус вот такой, мы сразу привлекаем к себе внимание в ленте новостей. Я меняю сейчас статус ВКонтакте минимум два раза в день. Вот, когда мы меняем, то есть здесь есть определенная хитрость. Вот когда мы здесь меняем статус, вот давайте я сейчас двоечку под эту вот, нажимаем сохранить. То есть когда мы полностью его, давайте удалю, чтобы вы увидели, как это работает, сохранить. То есть вот пустой статус. Когда мы вставляем новое, нажимаем сохранить, здесь обязательно, вот видели, рассказать друзьям появляется. В записи это ушло, увидели вот это? Ну да, это что, блин, как это бренд говорит. Верно. То есть если мы эту галочку не нажмем, то друзья не увидят. И вот этого эффекта не получится. И как только мы это делаем, эта надпись, вот она уходит, вот, пожалуйста, вот сюда, вот 17 секунд назад. Здесь потом будет справа глазик, который показывает, сколько людей посмотрело. Вот, например, час назад, вот я как раз менял статус, видите, 104 человека, видно, да, смотрело. Да, 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 да. Да, вот. Сегодня в 12.49, вот, пожалуйста, 189 человек. Смотрите, здесь 189, здесь 104. Вот уже 300 просмотров. Вот. Затем, что я еще выкладываю? Я выкладываю просто видео, то есть, как видите... И вот, я уже... И вот, я уже... И вот, я уже... Продолжение следует...